детстве у каждого из нас если вы вспомните были свои секреты я очень хорошо помню когда мы ездили неоднократно на экскурсию в лесную поляну то экскурсовод всегда рассказывает об одном секрете который лев толстой описал своих произведениях это о некой палочки счастья зеленой палочки счастья эту историю ему рассказал его брат николенко который говорил что у него есть секрет который он записал на палочке эту палочку спрятал на краю дороги в овраге в лесу лесной поляне и если этот секрет станет известный для окружающих то тогда люди будут счастливы и не будет болезни неприятностей никто не будет сердиться друг на друга и наверное вот это то счастье которому многие люди стремятся это то к чему люди хоть хотя чего хотят и вот эта тайна николеньки было написано именно на этой зеленой палочки в конце жизни лев толстой даже завещал похоронить себя на том месте где его брат николенко спрятал зеленую палочку счастья когда мы с сестрой были маленькими мы любили делать мы называли это секретами мы находили какие-то камушки все что блестела мы делали ямку каждую свою мы прятали под стеклышко закапывали а потом ну что за тайна если никто ее не знает нужно как-то поделиться мы делились этими секретами обменивались друг с другом с друзьями это были наши секреты и мы пытались не говорить о них больше никому потому что эта тайна выдавалась на такой на договоре взаимности ты рассказываешь свой секрет показываешь а я тебе свой знаете когда мы читаем священное писание то в библия это тоже книга тайна вы можете в священном на страницах священного писания найти много различных тайн есть тайна благочестия есть тайна беззакония тайна семи звезд в руке христа и тайна вавилона великого но сегодня я хотел бы говорить с вами еще об одной тайне о о которой мало кто знает но это очень важная тайна жизни каждого человека и эта тайна она эта тайна называется в священном писании тайной христовой и я хотел бы пригласить вас открыть священное писание чтобы могли услышать об этой тайне и открыть послание апостола павла колоссянам 4 главу 3 стих молитесь же и о нас чтобы бог отверз нам дверь для слова возвещать тайну христову за которую я в вузах апостол павел просит и обращается к нам чтобы мы или слушатели апостола павла читатели его писаний молились о возвещении тайны христовой вы знаете в чем состоит эта тайна вот если эта тайна это что-то такое что для многих неизвестно давайте вместе с вами разберемся что об этом говорит сам апостол павел сегодня мы я надеюсь вместе с вами сможем на страницах священного писания узнать чем же состоит тайна христова в послании к колоссянам апостол павел продолжает эту тему и в 1 главе 26 стихе он говорит тайну сокрытую от веков и родов ныне же открытую святым его которым блага вовлил бог показать какое богатство славы в тайне сей для язычников которая есть христос вас и упование славы которые мы проповедуем вразумляя всякого человека и начиная и научая всякой премудрости чтобы представить всякого человека совершенным во христе иисусе во первых из этого отрывка мы узнаем что бог открывает эту тайну свет своим святым то есть своему народу тех кого он кому он открылся те кто приняли его то есть тайна которая была сокрыта веках от многих она открыта для его народа второе суть этой тайны в том что христос в каждом из нас в тексте мы читали которая состоит в том что есть христос вас упование славы для чего чтобы сделать каждого человека совершенным во христе иисусе посмотрите как интересно апостол павел видит эту тайну то есть эта тайна заключается в том что христос находится в каждом из нас в послании к ефесянам апостол павел говорит что эту тайну возможно понять и в ефесянам 3 глава 4 стих он говорит то вы читая можете усмотреть мое разумение тайны христовой говорит о том что вот я хочу с вами поделиться как я вижу эту тайну и дальше вот он в третьей главе там есть длинные отрывы которым описывает что собой представляет тайна христова я хотел бы некоторые стихи прочесть из этого отрывка 6 стих это тайна в том чтобы язычником быть сонаследниками составляющими одно тело и сопричастниками обетование его во христе иисуса посредством благовестия дальше он говорит что и в этом есть мое преимущество 8 стих не наименьшему из святых дана благодать я благовествовать язычником неисследимое богатство христово и открыть всем чем состоит домостроительство тайны сокрывшиеся от вечности в боге создавшим все иисусом христом он говорит я являюсь тем кто должен эту тайну благовествовать и открывать другим и в шестнадцатом стихе 3 главы мы читаем да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке и вот обратите внимание на 17 стих верою вселиться христу сердца ваша вот это как бы самое важное что апостол павел хочет донести тайна христа заключается в том чтобы христос мог вселиться сердца каждого из нас для чего 18 стих чтобы вы укорененные утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми что широта и долгота и глубина и высота и уразуметь превосходящую разумение любого христову дабы вам исполнится сею полнотою божий подводя итог этому отрывку мы можем сказать тайна христова это процесс в результате которого христос вселяется в наши сердца посредством веры в него результате чего мы начинаем понимать в чем заключается все объемлющая любовь божия и знаете любовь это не то что мы можем понимать любовь это глагол потому что это действие и когда мы начинаем понимать любовь божию это любовь начинает изливаться от нас на тех людей кто нас окружает мы начинаем любить других точно так же как бог возлюбил нас но вы спросите как это возможно разве мы можем также жертвенно любить других как бог возлюбил нас знаете и вообще вот как происходит это соединение каким образом христос может вселиться в нас знаете апостол павел больше всех посвящает размышление этой темы для него это очень важно и размышляя на этой теме он сравнивает этот процесс подобно соединению любящих сердец прочитаем послание нефесянам 5 глава 31 стих он говорит посему оставить человек отца своего и мать и прилепится к жене свои и будут двое одна плоть этот стих мы часто слышим во время венчания во время поздравления молодых людей на свадьбах но апостол павел говорит всего лишь иллюстрацию к чему-то более важному прочитаем следующий стих 32 ефесянам 5 32 тайна сия велика я говорю по отношению ко христу и к церкви вот это соединение когда муж и жена когда два любящих сердца становится единым целым это является иллюстрацией которая показывает еще более близкие тесные отношения которые бог хочет чтобы произошли между людьми между церковью как невестой и между женихом иисусом христом помните иоанн креститель говорит что я друг жениха он пришел всего лишь для того чтобы приготовить путь жениху для своей невесты и этим женихом является иисус христос тайна состоит в том что мы не можем сами себя спасти совершая добрые дела но мы можем христу позволить действовать в нашей жизни позволяя ему вселиться в наши сердца посредством веры а вот все остальное христос производит нас он производит и желание и действия христос может изменить наш характер действия в нас помните слова пророка иеремии 13 главе 23 стихе он задают задается вопросом может ли эфиоплями эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои и естественно мы понимаем что вопрос риторический правильный ответ нет не может но бог в нас может произвести любые изменения моя и ваша измененная жизнь является тайной христовой для окружающих почему тайной потому что никто не знает каким образом произошло изменение вашей жизни и это является тайной христовой между вами и христом между мною и христом и что с этой тайной нужно делать в бог желает чтобы эту тайну мы могли раскрыть для окружающих для того чтобы сделать возможным спасение тех людей которые нас окружают тайна о том что христос умер за нас и таким образом сделал возможным наше спасение когда мы открываем христу двери нашего сердца посредством веры тогда в нашей жизни происходит тайна христова именно в результате этой тайны апостол павел мог сказать обращаясь галатам слова уже не я живу но живет во мне христос а теперь у меня из возникает вопрос могу ли я произнести эти слова по отношению к себе можете ли вы эти слова произнести по отношению к себе уже живу не я но живет во мне христос знаете гораздо еще есть еще более сложный вопрос могут ли те люди которые живут с нами вместе в одной семье которые работают с нами ходят на одну работу сказать что уже живет не этот человек а живет в этом человеке христос или иными словами сказать что этот человек показал мне каким был иисус христос каким является иисус христос если мы не можем ответить положительно на эти вопросы это говорит всего лишь о том что мы скрываем тайну христову от тех людей которые нас окружают а следовательно мы скрываем спасение знаете говоря юридическим языком мы оставляем людей в опасности когда скрываем от людей то что могло бы дать им спасение и вы знаете что что происходит какое наказание будет к медику который оставил человека в опасности чтобы какое наказание будет любому взрослому человеку который оставил ребенка в опасности это уголовно наказуемое преступление и то же самое происходит с каждым из нас христианином когда мы скрываем тайну христову мы оставляем людей в опасности лишая их спасения правил дает несколько советов а как мы можем эффективно открыть тайну христову для других я хотел бы вернуться к тому же стиху с которым мы начинали помните колоссянам 4 3 молитесь также и о нас чтобы бог отверст нам дверь для слова возвещать тайну христову знаете все начинается с молитвы мы думаем что мы построим планы мы составим что мы будем делать что мы скажем я пойду к тому человеку я скажу так он не ответит но она не так не работает все начинается с молитвы когда помните христос говорил жатвы много а делать или мало он не говорил ученикам знаете вот жатвы много делать или мало так давайте время не терять идите и благовествуйте идите открывайте тайну христову идите спасайте людей помните после этого что он говорит сразу итак молите господина жатвы чтобы выслал делателей на жатву свою вот знаете очень интересный процесс то есть нужно действовать жатва пропадает но вы не должны идти к этой жатве до тех пор пока вы не начнете с молитвы потому что пока бог не произведет нас изменения пока бог не наполнит нас настолько что вот эти слова не будет невозможно будет удержать когда мы наполним с этими словами что они будут лица из нас вот тогда мы готовы пойти к людям потому что помните мы говорили этот процесс который подобен там этому единению любящих сердец вспомните то время когда вы влюбились когда вы готовились к свадьбе могли ли вы вот удержать вот это в секрете от самых близких вам людей вот что знаете никто не знает вы у вас скоро свадьба а вы никому словом не говорите о вашем любимом человеке я не знаю может вы могли сдержать я не был знаком с вами тогда когда вы были влюблены но я вспоминаю себя когда я был влюблен мне хотелось любой разговор свести к тому чтобы рассказать о своей будущей супруге для того чтобы рассказать какая она красивая какая она все умеет какая она самая лучшая как мне интересно с ней общаться я искал повода знаете когда христос наполняет нас мы не можем удержать это петр говорит мы не можем не говорить тогда когда его заставляли молчать первосвященники и так все начинается с молитвы для того чтобы бог мог преобразовать наше сердце и бог мог наполнить нас теми словами которые нужно говорить а дальше а мы читаем следующее из 4 стиха колоссянам 44 дабы я открыл ее то есть тайну как должна мне возвещать открыть тайну как должно или как как я должен открыть эту тайну это значит благовествовать делиться тем что для нас сделал христос является долгом каждого спасенного человека ведь мы все можем начинать мы не можем заплатить за наше спасение потому что нету такой цены которую мы могли бы оплатить богу за тот дар который он даровал нам отдав иисуса христа за наше спасение единственное самое большое что мы можем сделать это рассказать о его благости тем кто нас окружают это наша обязанность потому что если мы приняли если мы приняли с дар спасения с благодарностью тогда мы начинаем делиться этим этой тайной с другими людьми и хотел бы почитать следующий совет что апостол павел горит 5 стих со внешними обходитесь благоразумно или мудро в переводе современном пользуясь временем апостол павел приглашает нас проявлять мудрость в общении с людьми посмотрите он не говорит проявляйте им эмоции вас должны быть вы наполнены быть такими самыми чувствами это должно быть но главное что должно присутствовать это мудрость помните что священное писание говорит что является началом мудрости страх господь то есть иными словами мы должны обращаясь с окружающими людьми быть в благоговении пред богом чтобы что-то не навредить знаете есть медицине такой термин как не навредить то есть когда ты помогаешь человеку и лечишь то самое главное не навредить потому что если ты очень так активно можешь включиться в жизнь другого и вместо помощи ты можешь сделать еще хуже так вот в благовестии то же самое очень важно не навредить когда мы пытаемся рассказывать тайну христова о других вот почему нужна мудрость чтобы вот с этой трепетностью благоговением пред богом мы могли рассказывать о благовести богом богу других представляя бога перед другими повседневных наших делах общаясь с ними и здесь еще используется слово пользуясь временем что значит это выражение пользоваться времени у нас ограниченное количество времени когда мы понимаем что те люди к с которым мы встречаемся сегодня завтра мы с ними можем не встретить и знаете когда мне приходится слышать новость о том что тот или другой человек с кем я был знаком уходит из этой жизни одно из первых о чем я думаю в этот момент а сказал я этому человеку все что могло содействовать его спасение спасется ли этот человек я знал его я общался с ним и он ушел из жизни но смог ли я рассказать ему и открыть тайну христову нужно с мудростью использовать время к сожалению молодежь часто говорит о времени выражаясь о времени говорит что они хотят убить время убить играя там в компьютерные игры убить занимаясь каким-то миха чем-то таким так скажем интересным но ненужным плане даже не вечности а в плане там двух-трех ближайших лет то что они делают они не вспомнят уже через неделю то что приносило им радость будет просто как ненужные какие-то воспоминания и так очень важно чтобы мы научились использовать время открывая тайну христова для других и продолжая наше размышление последний стих который хотел бы зачитать в рекомендации он записан как раз 6 стих слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью дабы вы знали как отвечать каждому слово ваше да будет всегда с благодатью наши слова должны быть приятными любезными и с благодатью вот слово благодать от греческого харис или можно было бы сказать эта радость то есть мы должны нести людям радость и мир то есть от нашей встречи люди должны понимать что им стало лучше они после нашей встречи они будут состоянии страха пребывать дальше используется выражение наше слово должно быть приправлено солью знаете когда мы говорим о соли соль можно использовать и в положительных и негативных отношениях если мы говорим о положительном то соль придает пище что вкус вот наше общение с окружающими людьми должно придавать людям вкус этой жизни то есть до встречи с нами а их жизнь могла быть безвкусной без неинтересной но после встречи с нами после общения с нами они должны ощутить вкус жизни у нас есть даже санатории вкус жизни да то есть как бы там где люди обретают настоящий вкус жизни соль предохраняет продукта разложения придает вкус имеет целебные и антибактериальные свойства это все то что в комплексе положительно что делает соль что делает каждый верующий человек кого христос называет вы соль земли знаете но есть опасность в использовании соли знаете есть такая пословица что недосол на столе а пересол где находится то есть он находится где угодно но точно не на столе и и никто его кушать уже не сможет знаете еще сложнее в духовной жизни потому что самое страшное что мы можем сделать благовестие если мы не договорили это не страшно а вот если мы пересолили в нашем благовестии то это может вызвать отвержение а еще помните выражение песня была такая не сыпь мне соль на рану а что плохого в этом мы же говорим столь это хорошо это антибактериальная дезинфицирует но помните что сделал добрый самарянин когда встретил человека избитого из раненого он ему соль насыпал чтобы все заживало помните что он сделал была у него соль не было соли у него он использовал для обеззараживания вино и для того чтобы обезболивание из использовал елей то есть он спасал этого человека но он не сыпал соль на рану почему я говорю эти вещи иногда я очень часто как бы я бы сказал по своему служению я работаю с благовестником я занимаюсь литературными ангелистами я их обучаю как нужно правильно служить и иногда сталкиваюсь с людьми которые говорят знаете я общаюсь с этими людьми я понял что они книги читать не будут брать не будут поэтому я решил хотя бы вкратце но рассказать всю истину вот все 28 доктрин за 15 минут потому что я не знаю вот встречу этого человека еще или больше не встречу вот это то что мы можно сказать когда мы можем насолить посыпать соль на рану таким образом что не только меня но и всех последующих других благовестников больше этот человек не примет он скажет я вот уже здесь уже все узнал уже все знаю и больше ничего не нужно так вот наше слово должно быть приправлено солью для того чтобы давать вкус но ни в коем случае мы должны остерегаться чтобы не насолить и не насыпать соль на рану и дальше используется выражение дабы вы знали как отвечать каждому знаете если был бы универсальный на и выражение для благовестия знаете вот выучили фразу приходишь и говоришь там христос тебя любит и и все и все она действует работает и все каются все приходят но так не работает да эта фраза кого-то касается но кому-то не вообще не нужны слова кому-то нужны какие-то действия кому-то нужно трепетные отношения каждым нуждается в что-то своем иными словами мы должны находить индивидуальный подход для каждого человека точно так же как христос находит индивидуальный подход для каждого из нас нет универсальных слов которые могли бы тронет тронуть абсолютно каждого но нам необходимо научиться определять настоящие нужды человека помните историю когда христос проповедовал в одном тесном помещении настолько тесном что там нельзя было протиснуться и четверо друзей на простыне приносит 1 расслабленного они разбирают крышу опускают его для чего они это сделали то есть их цель какая была спасти от чего от болезни то есть они по ним думали что у этого человека самая главная беда это его физическое недомогание но когда они опустили этого больного расслабленного посреди комнаты возле христа христос абсолютно не так думал как думали эти юноши которые принесли он не сказал встань и ходи прежде всего что помните что христос говорит прощаются тебе грехи твои они думали что у него главная проблема это физическое недомогание а христос говорит нет это второстепенное это следствие у него болит совершенно другое и христос посмотрел на этого человека он говорит я тебе дам то в чем ты нуждаешься прощаются тебе грехи твои а вот уже бонусом дополнительно он получил исцеление то же самое произошло когда петр шел в храм возле красных ворот помните он видит человека просящего милости он ходить не мог его приносили туда и петр говорит серебра и золото у нас нет но то что я имею то даю и что он сказал он сказал во имя господа иисуса христа встань и ходи знаете иногда мы думаем что человек нуждается в милостыне пожертвование но он нуждается в поддержке в слове поэтому очень важно находить индивидуальный подход каждому человеку сегодня бог приглашает и нас стать теми людьми которые будут открывать его тайны для окружающих нас людей христос обличал фарисеев за то что они скрывали от тех людей которые среди которых жили тайна христова помните как христос говорил горе вам законники что вы взяли ключ разумения и сами не вошли и входящим воспрепятствовали истеленный бесноватые которым я недавно проповедовал открыл тайну своим соседям самарянка из города сихарь которая пришла к колодцу в то время когда никто не ходил для того чтобы низкий никого не видеть чтобы никто ее не обличал никто и ничего ничего не говорил после короткого разговора со христом рассказала жителям своего города что сделал и что рассказал ей христос не исцеленный из которого вышли без и не самарянка не были искусными проповедниками их проповедь состояла из двух частей я хотел бы чтобы вы запомнили вот эти две части первое они говорили какими они были до встречи со христом что было с ними до встречи со христом и второе они делились что произошло в их жизни после того когда христос вошел их жизнь вот в этом заключается тайна христова тайна христова который происходит между вами и христом тайна с которой христос хотел бы чтобы вы поделились с другими не доктринами не того не красноречием а то что сделал христос вашей жизни конкретно как изменилась ваша жизнь до встречи со христом и после я хочу с вами поделиться истории одного человека в жизни которого открылась тайна христова это джон джон ньютон он родился в 1725 году в районе лондона его отец занимался судоходной торговлей мать ньютона была набожная женщина она в трем в три года уже научила своего сына читать а в четыре года он наизусть уже мог запоминать многие псалмы гимны многие истории она верила что ее сын когда вырастет станет священнослужители однако планом матери не суждено было сбыться когда мальчику исполнилось 6 лет его мама умерла от туберкулеза а дальше понимаете что происходит когда умирает мама школа-интернат мачеха в 11 лет отец берет его к себе на судно которая занималась перевозкой рабов и окружении матросов жизнь ньютона покатилась по наклонной вниз он быстро превзошел всех своих сверстников скандальном поведении круг его обычных развлечений входило написание оскорбительных оскорбительных песененок полных сарказма и насмешек а также любил выдумывать новые ругательства и подбивать других матросов на безбашенные выходки вскоре он стал когда повзрослел стал капитаном своего собственного корабля для перевозки естественно рабов как и его отец задуматься о своей жизни его заставила одна история которая произошла в 1748 году совершая плановый рез по атлантическому океану его судно попала в сильный шторм волны были настолько большими что они заливали корабль водой каюту заливалась вода и они затыкали все дыры они не успевали воду обратно с корабля вот выталкивать и в результате оценив ситуацию джон понимал что скорее всего это плавание будет для него последним и в этот момент когда он понимал что он ничего не может сделать не может справиться с этими волнами он обратился к богу когда нам плохо даже атеисты которые не верят бога на всякий случай обращаются бог но в один момент он вспомнил библейские стихи гимны молитвы которым учила его мать джон возвал к богу но вдруг его прервала мысль как мало он заслуживал божьего милосердия в эту ночь он вспомнил как бог неоднократно пытался его спасти но он с упорством продолжал отвергать спасение возвращаясь на путь греха и зла а как страшно он ненавидел бога сможет ли бог теперь его простить знаете несмотря на все бог спас жизнь ему и всей команде на следующее утро шторм утих и как он описывал что чудом то что осталось от корабля безопасно добралось до гавани возрасте 39 лет бывший работоторговец стал пастором остаток своей жизни он посвятил тому чтобы открывать тайну христову другим людям он активно боролся за отмену торговли рабами великобритания и яростно обречал сторонников этого движения и он джон ньютон прожил 82 года своей последней проповеди он сказал бог бесконечно мудр и добр дорогие друзья я теряю память но тем не менее я отлично помню какой я великий грешник еще я никогда не забуду насколько велик спаситель мой иисус христос биографию своего обращения он запечатлел в стихах которые около 250 лет открывает тайну его измененной жизни миллионам людей эти стихи звучат следующим образом как дивно благодать твоя спаситель мой христос я погибал во мраке зла но ты мне свет принес не каждому дан дар написание стихов но каждый принявший христа в свою жизнь обязан открыть тайну своего обращения своим ближним чтобы таким образом открыть тайну христову этому миру я приглашаю вас к молитве